Татьяна Давыдова написала заявление на замену счетчика еще в мае. Однако от повышенных платежей это не спасло. Я заключила договор с электросетью, что они мне поменяют старый счетчик на новый. Жду уже практически, получается, четвертая неделя идет. Вместо электрика мне приходит счет, где мне ставят 135 киловатт. Это у них норма по закону, хотя я нажгла 51 киловатт. И мне ставят применение к повышающему коэффициенту 363. В Иванзейской электросети нам сообщили, что заменить или вызвать мастера для поверки счетчика надо было в апреле. А с мая уже вводится повышающий коэффициент. С сентября 2018 года мы начали уведомлять всех жителей, у которых приборы учета не соответствуют требованиям метрологии, о том, что их необходимо либо поверить, либо заменить. Все те, кто заменил приборы учета, они рассчитываются по счетчикам. Те, кто данные требования не исполнили, с мая месяца, к сожалению, получили начисление с повышающим коэффициентом. Алексей Новиков по заявке заменяет старый счетчик на новый. Процедура занимает буквально четверть часа. И на долгие годы о проблеме можно забыть. Через 16 лет у прибора учета заканчивается межповерочный интервал, через 32 года заканчивается его срок службы, срок эксплуатации. Вариантов установки нового оборудования несколько. Можно заказать замену вместе со счетчиком в муниципальном предприятии, можно обратиться в управляющую компанию, а можно купить и установить самим. Но повышенную ставку снимут только когда вы поставите в известность электросеть. Начисления будут производиться только тогда, когда мы допустим прибор учета к расчетам, а это произойдет не раньше, чем человек обратится к нам с заявлением, чтобы мы это сделали. Поэтому автоматом это не произойдет. На конец прошлого года, по данным электросети, не отвечающие требованиям счетчики были примерно в 7 тысячах квартир в Антиевке. Сейчас осталось около 3 тысяч. Наталья Соболева, Владимир Безлепкин. Программа «День за днем». Программа «День за днем».